Следующий доклад. Реконструктивная операция при опухоли мягких каней брюшной стенки. Владимир Юрьевич Ивашков. Надеюсь, предыдущий доклад всех разбудил практически в зале. Остались самые стойкие. Я долго не задержу, так коротко постараюсь изложить наш подход, который касается реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. Вообще, какие задачи стоят перед реконструктивным хирургом? Это получить хороший эстетический результат, функциональный результат. Естественно, сохранить все онкологические принципы для того, чтобы... Мы все-таки большинство здесь онкологи, и поэтому должны заботиться в основном об этом. И, естественно, получить минимальный процент осложнения, потому что никто из наших пациентов не хочет приходить по несколько раз. Для чего, в общем, вообще закрывать дефекты на передней брюшной стенке? Во-первых, потому что образующийся дефект после удаления особенно массивных опухолей, его, естественно, нужно чем-то закрыть. Это во-первых. Во-вторых, у передней брюшной стенки, как мы все знаем, есть некая функция, которая удерживает наши внутренние органы в том месте, где они должны находиться. И поэтому передняя брюшная стенка, она как бы должна быть прочной. В этом же как бы идея изоляции содержимого брюшной полости. Ну и такое вот я специально сделал немножко другим тоном восстановление эстетического облика, потому что, как правило, в общем, эта задача перед нами не стоит при реконструкции брюшной стенки. Потому что когда вообще нужно реконструировать? Обычно это пациенты, запущенные с массивными опухолями, запущенные, во-первых, по причине собственной, которые долго не обращаются, либо запущенные по причине того, что они обращаются, но получают неквалифицированную помощь. Итак, такая вот карта, так скажем, выбора лоскутов, которые, в общем, используются для закрытия передней брюшной стенки. Если мы начнем с самого верха, то верхняя часть эпигастрии, она вполне себе хорошо закрывается перемещенными лоскутами, торкодорзальной, торокоэпигастральной. Можно лоскуты с случайным кровоснабжением попробовать. Если мы идем ниже, это боковая поверхность живота, верхняя боковая, то здесь, в общем, межреберные лоскуты можно с успехом использовать. Также местные ткани подойдут. Если это, так скажем, фланковая область, то здесь большинство людей, абсолютно большинство, есть некий избыток тканей, поэтому здесь, как правило, удается использовать местную пластику местными тканями обычную. Зона гипогастрея, надолобковая область. Здесь различные, также несвободные варианты. Это напрягатель широкой фасции, лоскут из мышцы грацелес, rectus abdominis, sartorius, flap. Здесь, в общем, какие есть у кого идеи на этот счет, каждый использует тот лоскут, который ему удобен. Здесь, в общем, достаточно много вариантов. Наиболее проблемной зоной является это околопупочная область и область чуть-чуть выше пупка, потому что здесь каких-то перемещенных вариантов, их практически нет, поэтому, на наш взгляд, это как раз область применения для микрохирургических лоскутов. В нашей практике было выполнено порядка 19 реконструкций обширных дефектов передней брюшной стенки, это, считай, за 11 лет. Всего в отделении онкологического центра Блохина, в отделении реконструктивной пластической хирургии, уже порядка более полутора тысяч операций за это время выполнено. Если смотреть, какие, в общем, лоскуты мы использовали, то здесь такая интересная, ну, как, впрочем, вообще в реконструктивной хирургии всегда примерно одна и та же зависимость. Здесь местные ткани – это порядка 50%, как самый такой простой вариант. Дальше перемещенные лоскуты – это около 30%. И наиболее сложные, на наш взгляд, это свободные лоскуты, 23%, их меньше всего, поэтому. Немножко клинических примеров. Пациент 50 лет, у него пациент оперирован по месту жительства в объеме удаления опухоли передней брюшной стенки, был использован пластиком местными тканями, мы выполнили пересмотр, у него возник рецидив. Такой вот достаточно большой узловой компонент у пациента есть. Как я вам уже говорил на картинке, где я предлагал выбор различных лоскутов, эта область подходит для закрытия перемещенным торкодорзальным лоскутом, в общем, вполне себе хорошо закрывается полипропиленовая сетка для изоляции органов брюшной полости. Так выглядит пациент спустя 3 года. Дальше пациентка с десмоидом передней брюшной стенки, передней латеральной даже поверхности брюшной стенки. Очень большое объемное образование, порядка 20 на 30 сантиметров. Пациентка сама не обращалась за помощью, использовала различные методики припарки, диски, касторовое масло. В общем, массу различных методик она использовала. Так она выглядела до операции, использованные здесь местные лоскуты, потому что, в принципе, десмоид, так как он не вовлекал большую часть кожи, он, в принципе, сам как экспандер работает, поэтому здесь проблема дефицита кожи вообще не стояла. Это достаточно большая опухоль, линейка 15 сантиметров. Следующий пациент с дерматофибросаркомой мягких тканей передней брюшной стенки, у него это уже четвертый рецидив, многократно оперирован, получал химиотерапию. У него было два узла сваленной структуры, один узел в левой половине попочной области около 4 сантиметров, дальше узел в правой половине попочной области до 4 сантиметров примерно. Так выглядел этот пациент, когда он попал к нам в отделение. Вот эта область, как раз то, что я вам говорил, она наиболее проблемная для поворотов и местных пластик. Как видите, здесь никакого избытка тканей нету, варианта повернуть торакодорзальный лоскут уже не хватает, варианта повернуть лоскут и снизу еще не хватает, так скажем. Дефект был достаточно большой, дефект включал в себя и брюшины, и всю переднюю брюшную стенку. Для изоляции брюшины была использована полипропиленовая сетка и микрохирургический торакодорзальный лоскут для закрытия дефекта. Так выглядит пациент уже спустя несколько месяцев. Для контроля перфузии микрососудистых анастомозов мы использовали флуоресцентную ангиографию. Это, в общем, хороший метод, который позволяет прям интрооперационно, кроме двухпинцетной пробы и интрооперационного доплера, очень красиво увидеть, как кровоснабжается лоскут. Если в зале есть люди, которые занимаются микрохирургией, то в конце операции, в общем, это одно из самых приятных, когда ты запускаешь кровоток, и кровь попадает в лоскут, и тебя переполняет неимоверное счастье. Эта методика основана на том, что вводится контрастный препарат, который при освещении определенным спектром начинает флуоресцировать. Для реконструктивной хирургии его применение очень широкое. То есть это и перфузия лоскутов, и оценка проходимости анастомозов, и какие-то проблемные зоны, чтобы интрооперационно можно было отсечь. Ну и достаточно много. Мы активно используем эту методику, и я думаю, что в ближайшее время она будет все больше и больше набирать обороты. Пациентка с злокачественной фиброзной гистиоцитомой, тоже с большой опухолью, порядка 20 на 17 см, распадающаяся опухоль. Это уже нижняя часть живота, и опухоль прорастала в подвздошную кость. Выполнена резекция крыла подвздошной кости, иссечение опухоли и перемещение кожно-мышечного ректа абдоминального волоска. Вот это как раз нижняя часть, грубо говоря, гипогастреи, и уже переход в подвздошную область. Здесь, в общем, есть много вариантов. Повороты с живота не представляют каких-то больших проблем. Далее пациентка с дерматефибросаркомой передней брюшной стенки. У нее выполнен такой интересный вариант. Это было использовано два лоскута напрягателя широкой фасции. В общем, это не так часто используется в реконструктивной хирургии, этот лоскут достаточно старый, но, тем не менее, он не потерял свою актуальность, и можно с успехом закрывать зону гипогастрея без каких-то проблем. Единственное, что здесь, в общем, потребовалось два таких лоскута, потому что все-таки у него размер кожной площадки ограничен. Во-первых, особенностью микроснабжения лоскута. Во-вторых, вот такой продольный шов по бедру не всегда позволяет взять много ткани в донорской области. Синвяльная саркома паховой области. В REM лоскут, мы сегодня уже неоднократно говорили, что это такой workhorse, который, в общем, используется очень часто. При закрытии дефектов живота, естественно, стоит учитывать, нет каких-то прям однозначных рекомендаций, куда какой лоскут использовать, потому что у всех у нас есть индивидуальные особенности. Живота, у кого-то живот выглядит, вот как представлено на картинках, у кого-то живот может выглядеть по-другому. Здесь, естественно, совсем другой будет подход. Благодарю вас за внимание. В заключение скажу, что обширные дефекты передней брюшной стенки после резекции опухоли с соблюдением всех онкологических принципов можно закрывать. И если есть в арсенале необходимое количество лоскутов, которые можно использовать для закрытия, то эта область не представляет каких-то больших проблем, потому что это не кисть, это не лицо, где гораздо сложнее выполнять реконструкцию. Здесь, скорее, основной мотив всей операции – это закрыть дефект и забыть. Спасибо за внимание. Вопросы будут сзади? Да. А я вот хотел спросить, я не услышал о докладе Владимира Анатольевича. Вы везде рекомендуете, как я понял, при центральной локализации везде использовать вот этот локодорзальный лоскут на сосудистых анастомозах. Даже в тех случаях, когда вы имели десмоид, нет недостатка кожной ткани. В принципе, единственной проблемой была эта пластика передней брюшной стенки. Нет, где десмоид, там не использовалась микрохирургия. Где десмоид, там были как раз местные ткани использованы. Это была передняя латеральная поверхность. Ну, просто мы очень любим в Иркутске, так сказать, сальник вылазк. Вы его используете или нет? Нет. Потому что с сеткой в любых расположениях, как сэндвич, снизу сальник, сверху сальник, всё заживает, всё прекрасно. Вот у меня личного опыта по сальнику нету, и я не планирую его использовать. У Владимира Анатольевича, у него есть несколько случаев, когда он использовал сальник для закрытия дефектов области скальпа и с пересадкой свободной кожи. В общем, неплохой метод имеет место быть, но... Спасибо. С особенностями, так скажем. Владимирич, короткий вопрос такой. Полипропиленовая сетка во всех случаях у вас используется, да? Полипропиленовая сетка, я имею в виду. Да, используется... Во всех случаях, да? Когда есть сквозной дефект в брюшную полость, то во всех случаях. Ну, здесь как бы нюанс, потому что я представил, везде полипропиленовая сетка после операции она хорошо закрывалась, надёжно. То есть, либо перемещенный лоскут с мышцей, либо свободный лоскут с мышцей. И, естественно, когда мы используем пластиковыми местными тканями, то здесь возникает уже у хирурга, может быть, сомнение по поводу того, использовать сетку обязательно или нет. Потому что всё-таки сетка полипропиленовая под кожей иногда может... А были такие случаи, когда вот вызывает действительно осложнение с вещей? Такой есть опыт по использованию полипропиленовых сеток для реконструкции молочной железы, для укрытия нижней поверхности импланта. Если эта сетка располагается под кожей, не укрыта только дарзальной мышцей, то есть некий процент осложнений, потому что это сетка под кожей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.